всем привет дорогие друзья сегодня вас приветствую снова на своем канале андрей борисович об авиации продолжая встречи с интересными людьми общаясь здесь москве со своими друзьями с давними приятелями с новыми людьми нахожу для вас интересные темы и одна из таких тем которые часто сквозит в наших комментариях это аэрофобия боязнь полетов все что с этим связан и сегодня у меня в гостях замечательный человек с которым мы подружились через instagram и как это предыдущих сериях у меня было общались практически в долгое время удаленно но познакомились два года назад когда здесь был москве нашли много общего продолжаем дружить и самое главное что этого человека пригласил не только потому что он занимается вопросами аэрофобии но и потому что это единственный человек которого я знаю который занимается этой темой достаточно глубоко и при этом сам является пилотом то есть это не просто теоретик академик который начитался умных книжек или через академические какие-то вещи но сам летает и одна из вещей которые он делает который меня глубоко поражает удивляет и заставляет восхищаться это то что он своих пациентов сам лично катает на самолетах и мы сейчас спросим что это за такой подход что это за методика используете кто-нибудь такую методику в мире еще знакомьтесь кто не знаком алексей герваш привет андрей спасибо что пригласил очень приятно тебя видеть здесь вот и вообще всегда всегда за удовольствие с тобой пообщаться всем привет до аэрофобия штука штука серьезная про фобе поговорим давай начнем с самого интересного для меня с точки зрения пилота почему ты решил пилотом стать ой ты знаешь это была даль давняя какая-то история потом выяснилось что на общение генетические корни то есть мой я был биологический дед он был дублером гагарина там да 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 вот такой и он был командиром эскадрильи тестовой эскадрильи первых этих истребителей мигов где-то там базировался как про него говорил королев генконструктор знать что так как летает он не летает никто это было в нашей семье это кстати такая история очень интересная потому что никто биологические корни не знает то есть у меня мама была удочерена вот и соответственно биологическую историю никогда она не позволяла туда влезть и вот мы тут раскопали начали раскапывать вот эту всю историю что и выяснил что генетически видимо да то есть у меня есть какой-то вот авиационный след такой это было очень интересно потому что мои родители абсолютно не авиационные люди простите а ты веришь что через поколение передается получается что так то что не первый кто говорил чай за что-то отцов ничего у мам ничего а вот у дедушек при том что моя мама сама к себе аэрофоб папа даже прав на машину нету то есть абсолютно далекие от техники от авиации люди а меня тряслось детство то есть я вот видел самолет меня трясло я помню мне было лет девять я вместо того чтобы в школу ходить я говорила либо что пошел в школу там ехал в шарик вот такой ресторан пятый океан знаешь не видно результаты волосы про него многие да 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 и я сидел там часами мне уже там все знали это сумасшедший ребенок пришел сейчас опять будет зависать здесь три часа я в реально зависал часами смотрел и не вот как вот тянуло манила это всегда так что я знал в общем то что моя моя мое будущее будет связано так или иначе с авиацией а почему ты не пошел тогда в училище гражданской авиации как все нормальные люди смотри кошерные люди уезжают в израиль насколько ты знаешь что собственно говоря я сделал а я в 16 лет уехал в израиль вот об израиль все было непросто совершенно потому что по уровню безопасности я не проходил поскольку новоприбывший да то есть не родился в израиле не приходил ввс никак вот ну и в израиле те кто не служил ввс попасть гражданскую авиацию не могут вот поэтому я пошел получать удостоверение пилота я получать для галочки диплом психолога это было сделано абсолютно для галочки на такие еврейский мальчик должен иметь высшее образование кем шел его получил не то что я хотел быть психологом на что прошел сейчас помню на что прошел то и сделал то и получил вот и это был диплом лежал бумажкой никогда не пользовался собственно говоря и не работал по специально все знал всегда что я хочу летать и первый раз я поехал в америку это был учитывал год ты 97 наверно что ли вот я поехал в америку первый раз делал американский петел уже в 97 году то есть и такой был первый древний пилот куда оттуда все пошло вот потом я бодался с государством израиль доказывал государству израиль что я имею право летать в израильская компания несмотря на то что я не работал я не служил в ввс да как бы что государство требуя от меня быть экс-пилотным ввс по сути ущемляет мои права ты не поверишь что в израиле можно подать в суд у государства я подал в суд на государство два года судился и выбрал суд государство обязала авиакомпании взять меня еще двух девочек на работу в качестве пилотов вот собственно говоря отлетал на эти арки в израиле тир-42 еще был отлетал 6-7 лет дала вот эту часть история вообще не знаю просто близко даже не знал то есть ты профессиональный пилот получается да но это было вот внутри в 2006 году вот у нас было там волна террора в израиле массовые сокращения нас рухнул туризм авиакомпания была внутренняя из края внутренняя компания и вот соответственно были жесткие сокращения и вот уж с шестого года я большого самолета если может эти арку называть большим самолетом в руках не держал эти арк это был единственный твой большой тебя а ты дослужился до капитана или нет 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 то есть был вторым во вторых я был без без вариантов стать капитаном тоже не было вариант именно из-за того что ты не родился в израиль и за налет прежде всего а из-за налета из-за отсутствия ввс новоналет ребят приходили у них уже тут столько вода и они шли вперед в любом случае это значит для меня это был такой урок что невозможно быть милым насильно потому что поскольку авиакомпании навязали меня давно всегда лучший выбор не были выпускники ввс а израильтяне ввс это боги то есть это это не просто пилоты на лучшего в мире это абсолютно люди не от мира всего то есть они божественных способностей и психических и физических и естественно что для компании такие пилоты как я навязанные да то есть они неинтересно сейчас кстати изменилось сейчас в израильских авиакомпаниях не обязательно вывс некие люди которые проходят в америке обучение без проблем там приезжают и летают немножко откачу тебя назад ты вернулся из америке с пипелом или ты добился дуб до сипелом не я в америке из америки вернулся с пипелом потом доучивался уже в израиле а ты учился в маленькой какой-то летной школе американскому типу или какой такой лишь маленькой летной школе по американскому и получил израильские корочки получил сипели с израильским теперь поступил уже на работу именно так а сколько у тебя налет был когда те взяли слушай когда меня взяли, я сейчас не вспомню точно, но мне кажется около 700, что-то типа того. То есть, ты так успел даже 700 часов набить как-то? По-моему, да. Слушай, это уже 20, там, с лишним 5 лет прошло, я так уж точно не вспомню, сколько там было. Но было, было. И сейчас ты уже летаешь просто для себя, для своего бизнеса, работаешь с пациентами, насколько я видел, ты летаешь в основном на Цирусе, насколько я понимаю. Это правда. Это потому что твой любимый самолет, или потому что ничего другого не дают, или потому что... Ну, во-первых, он мне нравится, он мне нравится. Во-вторых, у меня есть в Голландии компания, где я арендую этот самолет, вот, и, собственно говоря, то есть мы друг друга знаем, самолет, пожалуйста, доступен, бери, лети. И самолет мне доставляет такое огромное удовольствие, что я что-то особо и не хочу что-то другого. А он на европейской регистрации? А там два, там есть один на американской, один на европейской. А у тебя есть еще и АСА? Угу. То есть ты можешь достать из левого кармана АСУ, если надо, и справа кармана американскую? Да. Отлично. Круто. Тогда ближе к теме, почему ты решил заняться вопросом аэрофобии? Откуда это взялось? Ты боялся сам летать и решил? Нет, ты что? Я же говорю, я маньяк. Я авиационный маньяк. Нет, как всегда, это все случайность. В жизни все это вот череда случайностей. У меня была девушка, с которой я встречался, когда он приехал в Москву после развода, после потери работы как раз, вот это был шестой-седьмой год, была девушка, которая была аэрофобка. И я понял вдруг, что... То есть сначала мой подход был такой, но я же пилот, я сейчас как бы быстренько все объясню, она поймет, насколько все безопасно и круто устроено в авиации. Скажет вау, и все пройдет, да. Так. А вот, а по факту это не работало. Мне стало интересно, что можно сделать. Тут же я вспомнил, что у меня есть корочка, корочка психолога. Правда, честно скажу, положа руку на сердце, не помнил на тот момент ничего из академического образования, это слово совсем. То есть я вообще не помню и не работал, по специальности никогда не занимался этим. То есть у меня в голове было абсолютно пусто. То есть мне просто стало интересно, как вообще современная наука и психология помогает людям, которые боятся летать. Я стал изучать, что вообще в мире есть, какие наработки есть в мире, да. Я стал ездить к... Ну на самом деле всего в мире есть 150 специалистов в области аэрофобии. На 7 миллиардов? На 7, на 8 миллиардов человек и 150 специалистов в области аэрофобии, которые одновременно являются и пилотами, и психологами. Вот таких человек 150. Более-менее все-все знают. То есть это очень-очень нишевой, очень узкий рынок. То есть маленькая-маленькая отрасль. Да, да, да. Вот. И, собственно говоря, я стал со всеми общаться, ну не со всеми, с большей частью тех, кто как-то знаменит в этой области, да, был на тот момент. И перенимать у их опыт, и что-то новое для себя учить, и с чего-то начал. Начал, да. Вот. Я помню, тогда появились первые девайсы с технологией виртуальной реальности. Вот была американская компания, отзывалась Virtually Better. Они утверждали, что с помощью девайсов виртуальной реальности можно помогать людям избавляться от фобий. Вот. Собственно говоря, я поехал туда. Это было в Чёрджи, по-моему. Купил у них пакет, значит, этого оборудования, притащил его в Москву, снял какой-то маленький кабинетик, стал на своей девушке тренировать всю эту историю, смотреть, как это работает, не работает. Вот. Ну и вот больше и больше знаний потихоньку обрастало, обрастало знаниями, пошли первые, первые клиенты-пациенты. Кстати, для меня всегда это вопрос, как их называть, клиенты или пациенты. То есть, по идее, то есть, клиенты, у психолога клиенты, да, потому что психологи работают со здоровыми людьми. С другой стороны, вот сейчас уже, там, после 14, почти без малого лет занятия аэрофобией, я понимаю, что это все-таки пациенты, да, потому что ничего здорового в психике человека, который страдает аэрофобией, к сожалению, нет. Эта психика очень разрушена. Вот. Ну, как бы там-нибо, я учился, учился, что чем-то обрастал, что-то новое, какие-то новые люди, новый опыт, новые пациенты. Какие-то пациенты были, говорили, Лёш, ты мне там очень помог, я хочу тебе помочь сделать и сайт, например, я помню, сделали мне сайтом, кто-то сказал, я тебе помогу с продвижением этого сайта. Потихонечку, потихонечку это все воронка такая, которая засасывает тебя внутрь, и поскольку ты один в этой области, и больше никого в русскоязычном мире не было и нет, и до сих пор. Да. Ты один. Тот, кто специализируется на аэрофобии, и можно сказать, что он и пилот, и психолог, такой один, да. Вот. И это засасывает, да. Я не планировал здесь оседать в Москве в 2007 году, я думал, что я приеду сюда на несколько месяцев, ну вот видишь, уже 14 лет как. И в Израиль не хочешь возвращаться? Или ты бываешь там и там? Слушай, я бываю там и там, у меня там двое детей взрослых, вот, и я стараюсь бывать, я очень люблю Израиль, считаю Израиль родиной, и для меня это прям место силы, место, где мне хорошо и комфортно, вот. Но, к сожалению, обстоятельства, то есть, к сожалению, к счастью, если, к сожалению, с точки зрения того, что я не могу быть в Израиле, где бы я хотел быть, да, ну, к счастью, что здесь есть семья, вот, есть прекрасная жена, ребенок и бизнес, это все требует присутствия здесь. Конечно, я бы по большому счету с удовольствием вернулся в Израиль, да, если бы была такая. А оказываешь ли ты свои услуги в Израиле? Бывает. Случается. Не так часто, как бы мне хотелось, но бывает. Ну, то есть, я думаю, что ты прекрасно говоришь на иврите, наверное, и можешь локалам тоже, собственно, оказывать такие же услуги. Конечно. У меня сразу по ходу, ты два раза уже упомянул про то, что если у человека есть аэрофобия, то это всегда какие-то глубинные там вопросы, проблемы и так далее. У меня сразу по ходу возник вопрос, как у человека, никогда не боявшегося летать ни высоты, ничего. Я догадываюсь. Да, абсолютно отсутствие страха. Я просто, мне казалось, вот, я сейчас смотрю с позиции дилетанта полнейшего. Я не в твоей специальности и не общаюсь с людьми, почти никогда не общаюсь с людьми, которые там боятся высоты полета или еще чего-нибудь, за исключением. Коля, тебе привет. Привет, меня зовут Николай и я бывший аэрофоб, а также выпускник школы Андрея Борисевича и обладатель лицензии пилота США. Человека, который сегодня приходил ко мне на Ground School, это мой выпускник 16-го года. Он даже опубликовал статью на Тинькове, там, несколько лет назад, как он боролся с аэрофобией. Он боролся через мою школу. Он приехал в 16-м году ко мне учиться на private pilot с одной единственной целью – перебороть свой страх. И у него это удалось. Он получил private pilot, и он, правда, сейчас не летает, потому что в силу экономических причин и всего остального. Но он, уезжая, сказал мне, что больше этой проблемы нет. Это был, наверное, первый и единственный человек, с которым я столкнулся, который четко приехал и сказал, «я аэрофоб». Вот, прям сам себя определил. Он приехал в Майами? Да. Аэрофоб не приедет в Майами. Почему? Потому что он боится долететь. Он не сможет долететь. Тогда мне нужно понять с определением аэрофобии, потому что, вот, в моем понимании, человек, который там, аэрофоб, боится летать – это просто человек, который приезжает в аэропорт. Вот, поправь меня, если я просто ошибаюсь, насколько это глубоко-неглубоко. Я себе вижу классического аэрофоба, который приезжает в аэропорт, понимает, что ему лететь следующие там 4-3, 3-2, 4 часа, 5, неважно сколько, идет в кабак, напивается в усмерть, потому что ему тупо страшно, в полуоборочном состоянии заходит в кресло, натягивает на себя там шапку, наушники, еще что-нибудь, пристегивается, засыпает, если ему алкоголя не хватило, то он там догоняется в воздухе, и там в невминозе прилетает куда-то там, куда надо, выходит, говорит, фу, слава богу, наконец-то это все закончилось. Это мое бытовое какое-то представление, не имеющее отношение к реальности, или это так и есть? Отчасти оно имеет отношение к реальности, потому что на самом деле аэрофоб, сколько бы много он не выпил, заснуть он точно не сможет на борту, но это биологический императив. Дело в том, что адреналин, гормон выживания, он сильнее, чем этиловый спирт, то есть воздействие адреналина, химия мозга изменяется таким образом, что любое другое воздействие, в том числе этилового спирта, на мозг нейтрализуется, да, потому что с точки зрения природы ты должен выжить прежде всего, совершенно неважно, пьян ты или трезв, ты должен выжить. Потом их срубают, то есть как только самолет касается, сейчас и касается земли, наваливается все это алкогольное опьянение, которое они в себя влили, и дальше там следующие несколько дней человек не в Минько, а в процессе полета он практически трезв, как стеклышко. Вот, то, что ты сказал, это все-таки, да, действительно, аэрофобия, за исключением того факта, что он не заснет никогда. Аэрофобия почему? Аэрофобия потому, что чем отличается вообще, давай так, чем отличается просто человек, который побаивается летать, да, с виллу там незнания, непонимания, усилий СМИ, да, которые очень четко нагнетают и педалируют всю эту историю, достаточно было посмотреть, что сейчас вот с с Магданом, да, техник, который обливал, убежал, брали пробы с асфальта, там, ну, бред просто полнейший, да, то есть в чем разница между человеком, который просто побаивается на бытовом уровне и аэрофобом? В аэрофобии обязательно присутствует элемент избегания, то есть, причем избегание может быть разным, можно избегать по-разному, можно вообще не летать, а можно летать, но не больше четырех часов, потому что больше я не вынесу, или летать, но только на аэрофлоте, на люфтганзе, на Эмерест, потому что у них много денег, или летать, но, там, я не знаю, убухаться в хлам, чтобы ничего не понимать, или летать, но нажраться от транквилизаторов, да, или снотворных, или еще чего-нибудь, или летать, но никогда не смотреть в иллюминатор, потому что там ужасно, это все избегательные акты, это избегательные действия. Это все как бы признак аэрофобии. Это делает страх или тревогу, или беспокойство по поводу полета уже фобии, да, потому что как только появляется элемент избегания, он как топливо в топке вот этого пожара под названием аэрофобия. Огонь начинает гореть сильнее, пожар разрастается, все становится хуже и хуже и хуже, потому что когда ты избегаешь полета в любом виде, когда ты начинаешь избегать, неважно, совсем или просто не смотреть, или затыкать себе уши наушниками, глаза на глазниками, нос наносником, чтобы не видеть, не слышать, не нюхать, что ты в самолете, твоя психика понимает, что раз ты этого места избегаешь, значит, это место реально очень опасно. Оно уже опасно, оно уже не страшно, оно уже опасно. Это разные вещи, да, страшно и опасно. Но когда ты начинаешь делать, действовать, совершать поступки определенные, избегательного характера, твоя психика уже никогда не поверит, что это просто страшно, она начинает понимать, что это действительно очень опасно. Просто потому что ты этого избегаешь. Это касается любой отрасли деятельности человека, не только аэрофобии? В любом случае, если есть фобия, то присутствует избегательный элемент. Ну, представь себе, у человека, не знаю, страх, там, давай кого-то пауков. Хорошо, арахнофобия, предположим. Если мне просто мерзкие пауки, ну, не люблю я пауков, ну, боюсь я их, увижу, закричу. Ну, предположим, это не фобия никакая. Ну, вот я к этому веду. Нет, это как бытовая история, ну, слушай, не может всем все нравиться, кому тратить пауки, как будто не нравится, да? Но если ты меня пригласишь, сейчас говоришь, поехали там в баню, предположим, да, Лёш, там у нас за городом баня, а я знаю, что я ужасно боюсь пауков, так боюсь, что я не готов ехать ни в какое место, где у меня нет гарантии, что их там нет. Я начну такой, Андрюша, баня где? Баня в городе или за городом? Ты мне такой, за городом. А там лес, да, вот это вот как-то в лесу, да? Ты такой, ну да, там леса. Слушай, я сегодня не очень хорошо себя чувствую для баня. Что-то мне давление, понимаешь, да? Вот это уже фобия. Вот, мне очень просто важно понять, когда ты начал рассказывать, что психика реагирует на страх и превращает это в опасность, что первично? Все-таки фобия первична или человек загоняет себя в эту фобию самостоятельно? То есть он слетал один... Я просто пример, да? Например, человек не боялся летать, я знаю таких людей. Потом он полетел, у него случился инцидент в воздухе. То есть, например, отказ двигателя. Пассажирский самолет, такое бывает, отказ двигателя. У меня тоже такое было. Все сели, все живы, но у него там, типа, оп, сработало. Отказ двигателя может случиться. Вот буквально с кем-то недавно я общался на эту тему. И мне человек говорит, что вот с тех пор, как это со мной случилось, я вот, типа, боюсь летать. И, следуя твоей логике, которую ты рассказываешь, я так подозреваю, что человек, садясь в самолет в следующий раз, он начинает избегать каких-то вещей, типа, посмотреть в иллюминатор, и его психика начинает реагировать и загонять его вот в эту опасность, и он, в принципе, может стать аэрофобом. Но это не первичная история. Я с тобой не соглашусь. Знаешь, почему? То, что ты рассказываешь, это скорее из области вымысла, чем из области реальности. Почему? Потому что у тебя в мире 30% людей страдают аэрофобией. Сколько людей в мире были на борту самолета в инциденте, в акционном происшествии? Копейки. 0,00, 0,00, 0,00, правильно? Все, вот себе ответ. Да, то есть нет никакой связи между инцидентом или его наличием, или его отсутствием, и развитием, или неразвитием аэрофобии. Вообще никакой. Все, что есть, как у любой, ну, надо понимать, что аэрофобия, это фобия. Фобия, это определяется, как психическое расстройство. То есть любая фобия, это психическое расстройство, то есть нездоровое состояние психики, да. у любого психического расстройства есть триггер, который его запускает. Триггером может все, что угодно быть. И в основном эти триггеры, они внутренние, они никак не внешние. И вот эта вот история про кого-то, кто летел, там что-то случилось, и он на всю жизнь стал аэрофобом, честно, не выглядит, как реалистичная история. То есть у него должны были быть к этому предпосылки, которые до этого инцидента где-то сидели глубоко, а этот инцидент стал триггером, что вызвало вот эту историю. Но тут опять же, да, что людей, которые попадали в инциденты их 0-0-0, а аэрофобу 30%. А откуда цифра 30%? Слушай, ну есть специально необученные люди, которые делают эти исследования, да, там, например, есть центр ФАЛК в Голландии, самый крутой, известный центр в мире в области лечения аэрофобии, исследования, делают исследования, постоянно мониторят в разных странах. То есть ты хочешь сказать, что из 8 миллиардов человек около 2,7 миллиарда аэрофоба? Нет, и не забывай, что из 8 миллиардов человек у тебя вообще могут летать порядка полутора миллиардов, остальные населения земли, у тебя 3 миллиарда до сих пор интернета не имеют. А, ну то есть берем летающих людей, убираем, оставляем полтора миллиарда, из них полмиллиона, полмиллиарда, полмиллиарда. Это аэрофоба. Дорогие друзья и будущие частные пилоты, у меня есть для вас прекрасная новость, как мне кажется, в марте месяца 2022 года мы снова проведем московский граунд скул по курсу частный пилот США. Я буду читать традиционные лекции на русском языке, в этот раз, наконец-то, нам удастся привезти Скотт Лича, это мне ассистент, шеф-пилота, англоговорящий инструктор. Для тех, кто не успел на мои лекции в декабре, которые вот прошли буквально месяц назад, у вас есть, опять же, возможность прийти на курсы в марте. Курс начнется 26 марта и продлится до 3 апреля. Расписание курсов есть у нас на сайте, страничка уже создана, заходите на сайт в раздел «Блог» и сразу же верхняя новость, это, собственно, обучение в SkyGall и Вейшену в Москве. Теоретический курс будет проходить традиционно на протяжении одной недели, он включает в себя 35 часов. По итогам этого курса вы получите на руки сертификат о том, что вы прошли Private Pilot Ground School по части 141, согласно Джебсоновскому силобусу, и имея на руках этот сертификат, при приезде в SkyGall и Вейшен Академии впоследствии, через какое-то время для прохождения летной практики, вам не придется второй раз проходить теорию. Стоимость программы полторы тысячи долларов, так же, как это было в декабре, вне зависимости от того, выберете вы русский язык или английский язык, стоимость не меняется. Регистрация уже открыта, количество мест, как всегда, будет ограничено размерами наших залов, поэтому не тяните слишком долго, заходите на страницу, внизу находится форма регистрации, прокручивайте в самый низ, регистрируйтесь, оплачивайте депозит, и, пожалуйста, мы ждем вас в марте месяце. А человек может понять, что он аэрофоб, не летая никогда на самолете? Безусловно, да, и таких случаев достаточно много. То есть, смотри, мы говорим о том, что аэрофобия развивается у людей с определенным психотипом, то есть это тревожно-мнительный психотип, это называется так на научном языке тревожно-мнительный психотип. В тревожно-мнительном психотипе я чувствую себя не в безопасности нигде и никогда. Как я могу жить, если я чувствую себя не в безопасности нигде и никогда? Ведь есть пирамида Маслова, знаешь, да? разница с патриром на втором месте это потребность безопасности что делать если я не чувствую себя безопасностью по идее я не могу жить дальше то есть я не могу идти вверх карабка церковь кирамиде масло все до приехали что я делаю я себя убеждаю создаю себе вымышленный мир в котором есть иллюзии какие иллюзии либо иллюзия к абсолютно безопасности если говорю вот я сейчас в студии с андреем борисевичем я здесь гарантированно в полный абсолютно это неправда это бред может провалиться полу хрукнута голову потолок короткое замыкание ворваться сюда сумасшедшись там с автоматом с криком там гермаш ты меня обманул ты обещал что я не буду бояться летать все что хочешь может ты еще меня подставляешь сейчас по эту всю историю не название извините и ты понимаешь что я себя убеждаю в том что абсолютно безопасность хотя это неправда я не в абсолютной безопасности но я себя убеждаю в том что это дает мне жить с моей неудовлетворенной потребности безопасности себе играть сделал какие-то места вот в этих местах вот в этих местах вот в этих здесь мой дом со мной точно чуть-чуть здесь моя дача со мной точно здесь мой офисом и точно случится и тогда большую часть жизни я уже могу жить дальше теперь что происходит когда я покидаю вот эти зоны и вижу что абсолютно безопасность не существует например мы едем на машине проезжаем дтп лежат трупы на дороге да все видели окей что делать в такой ситуации как бы понятно что абсолютно безопасности нет моя неудовлетворенная потребность безопасности кричит а я я я мир опасен жизнь ужасно до кругом риски кругом вторую иллюзию притаскиваю вторая иллюзия говорит ни о чем лёш но ты же контролируешь ситуацию ты же за рулем с тобой такого не случится что происходит если я еду в сапсане москва-санкт-петербург со скоростью 250 километров в час не пристегнуты ничего ничего не контролирую правильно опять же да у меня начинает вот моя неудовлетворенная потребность безопасности ведь а вдруг тогда себе третью иллюзию притаскивает третья иллюзия выглядит как да но если что я всегда каким-нибудь образом смогу спастись фига ты спасешься конечно скорости 250 километров в час даже не пристегнет не дай бог что там месиво да но я себя опять же убеждаю тоже не правда это не истина это иллюзия иллюзия на той иллюзии что даже если они иллюзии я верю в том что это истина я себе говорю да но я каким-то образом смогу выжить каким-то образом смогу спасти вот эти три иллюзии основные позволяют мне жить то есть либо я в абсолютной безопасности, либо я на дороге все контролирую, потому что у меня ничего не случится. А если я не контролирую, то я всегда смогу сбежать. Все. А если я не могу сбежать, значит, плохо контролирую. Все, я себе делаю такой замкнутый круг из кучи всяких иллюзий, и так и живу свою жизнь. Теперь, если я такой и никогда не летал на самолете, что я понимаю? Что если я пойду в самолет, это не абсолютно безопасно. Я не контролирую самолет, и я не смогу сбежать и спустись. Поэтому я не полечу никогда никуда. Таких людей примерно 6-6,5% которые могли бы летать, но не летают по причине вот именно аэрофобии. Но абсолютное большинство аэрофобов все-таки это люди, которые летали и перестали. Или перестали, или сводят количество полетов к абсолютному минимуму. Ты для меня новый мир просто открываешь сейчас. Прикрен. Окей. Может ли существовать человек, который не осознает, что у него аэрофобия? То есть я имею в виду тот человек, который классически приходит в аэропорт напивается, потом 4 часа, по твоим словам, не может заснуть, сидит вот так вот. Но он не осознает, что это проблема. То есть он считает, что почти все такие. Посмотрите, мы в Турцию летим, весь самолет пьяный, нормально. Мы все так живем, мы все боимся летать. И он никогда себе не скажет, что это аэрофобия. Да, большинство людей так и будет. Чтобы ты понимал, за профессиональной помощью обращается один аэрофоб из тысячи. 0,1%. 0,1%. Потому что остальные, они либо находятся на этапе отрицания, у меня нет никакой фобии, это сумасшедшие те, кто летает, не боятся, они просто не понимают, насколько все опасно. Либо они находятся на этапе гнева. Какая нахрен аэрофобия? Это вот у нас все там через одно место, вы посмотрите, вот же был случай. Гневиться и клемит позором авиацию, безопасность полетов и прочие вещи. Либо человек находится на этапе отрицания, либо человек находится на этапе гнева, либо, как ты сказал, человек недостаточно интеллектуально развит, для того, чтобы понять, что что-то не то происходит. Ему проще, что все-таки полетели. Таких людей большинство. И обратиться за помощью в один из тысячи, это очень маленький процент, к сожалению. Иначе бы я был гораздо богаче, чем я есть. Понятно. Сразу попутный вопрос появился, потом вернемся к теме. Означает ли то, что мы сейчас с тобой обсуждаем, что среди пилотов аэрофоба не может быть по определению? Среди пилотов аэрофоба, скорее всего, не может быть. С вероятностью, опять же, 99-99 в периоде. Почему? Потому что, ну, во-первых, есть рутинизация процесса. Потому что рутинно наш мозг не умеет воспринимать как угрозу. Потому что это рутина. Привыкаешь. Ты делаешь это каждый день, как бы, ну, и ладно, типа, не опасно. Да. Вот. То есть, вот здесь за висками есть вот такая штучка маленькая, которая называется амигдала, или по-русски миндалевидное тело. Это амигдала, то, чем она занимается. Она мониторит все, что происходит вокруг и спрашивает, а это рутина или не рутина? Рутина или не рутина? Если рутина, то гарантированно безопасно. Да? Ну, это сделано специально, чтобы мозг не отвлекался на рутинные процессы и не анализировал бы, опасно ли они или нет. То есть, он знает, что если ты 100 тысяч раз водил машину и сейчас садишься в 100 тысяч раз в 100 тысяч 0,01 раз, то, соответственно, это не может быть опасно, потому что, иначе ты уже умер, если бы это было опасно. А поскольку ты 100 тысяч раз не умер, ну, значит, это не опасно. Поэтому ты даже не забываешься, едешь и нет никаких автофобов, да, потому что это рутинизация процесса наступает. А бортпроводники тоже, получается, не подвержены? А с бортпроводниками немножко другая история. Там тоже есть сильная рутинизация, но, как правило, мы это видим в бортпроводниц, которые рожают детей, уходят в декрет и после декрета возвращаются и хватают аэрофобию. Почему? Потому что амигдала перестает быть рутины, полет перестает быть рутиной, а дальше рождение ребенка активирует очень серьезные, очень сложные нейробиологические процессы, которые приводят к активации механизма страха не вовремя. То есть, вот тот самый нормальный человеческий здоровый страх, который активирует, чтобы спасти нам шкуру, когда там машину заносит на обледенелой дороге или тебе там камаз в лоб летит или еще что-то подобное, или там резкий звук там какой-то, этот механизм начинает срабатывать не вовремя и активирует это как раз с рождением ребенка, потому что это уже глубокая нейробиология, вряд ли мы сейчас хотим это обсуждать. Вот это бывает достаточно часто. Понятно. То есть, портпроводник может вернуться к работе, слопотать аэрофобию и, собственно, закончить свою летную карьеру. Летную карьеру. Это бывает. Окей, очень интересно. Если говорить про тех людей, которые к тебе обращаются, это означает, что они прошли все стадии, дошли до принятия, осознали, что у них есть эта проблема, а летать надо, потому что хочется в отпуск, хочется, не знаю, там на море, хочется по бизнесу летать и так далее, на поезде особо никуда не доедешь, особенно сейчас, и дальше они к тебе обращаются. Да, один из тысячи. Один из тысячи. Ну, даже этот один из тысячи, допустим, он там пришел, насколько велик шанс или процент излечения, если говорить про, если ты употребляет твою терминологию, что это пациенты. Окей. А то вопрос, что считать излечением. То есть, опять же, если человек говорит, что излечение для меня это полное, абсолютно гарантированное отсутствие выработки адреналина моими надпочечниками в любой ситуации, то процент невелик. Да, потому что, ну, хотя бы начнем с того, что адреналин вырабатывается надпочечниками, надпочечники – это часть автономной нервной системы. Автономная нервная система на тебя ничего не спрашивает. Работать, не работать, что тебе Гервыш сказал или не сказал, да? Поэтому, если считать излечением полное гарантирование отсутствия адреналина в любой ледной ситуации, то процент будет невысоким. Он есть, но он будет невысоким. Если считать излечением то, что мы считаем, то есть специалисты в области аэрофобии, мы считаем излечением то, что человек может летать тогда, когда он хочет, туда, куда он хочет, на любом самолете любой авиакомпании, может быть, исключая какой-нибудь Air Tanzania, в цивилизованном мире, не выбирая, не переплачивая за то, что это Люфтганзе, и она гарантированно вас, скорее всего, меня не убьет, потому что они немцы, они педанты, у них хорошие самолеты. Человек этого не делает. Человек не ограничивает себя ни количеством полетов, ни длительностью полета. Человек ощущает себя приемлемо в самолете, то есть его не бьет паническая атака, не колошматит весь полет, ну, где-то, какие-то состояния дискомфорта, или даже, может быть, присильный турбулятор, какой-то вспрыск адреналит, который, впрочем, знает, что делать, то вот такого результата достигнет, я думаю, 90-93% людей, которые обратятся за помощью. Это очень результативно, мне кажется. Ты уже говорил, опять же, несколько раз, и я для себя уже окончательно уложил, что аэрофобия не существует сама по себе. То есть это видимая часть невидимого айсберга, Ты используешь мою терминологию. Который там под водой еще 70-80%. Я именно такими словами всегда объясняю это своим пациентам. Всегда. Понял. Извините. Я не знал. Откуда ты это просто, знаешь, как ты проинтуитил. Проинтуитил, да. Вот ты работаешь, когда ты начинаешь с ними работать, купированием верхушки, чтобы дать ему инструментарий, как бороться с этими явлениями аэрофобии и начать летать. Или ты прям залазишь вот туда глубоко, вот туда, и там начинаешь ковырять. Я тебе расскажу интересную историю. Когда я начинал, это было в феврале 8-го года, то есть почти 14 лет прошло, я думал, что вот я сейчас как пилот, я сейчас как приду, как объясню, какие классные процессы, вообще как это все работает, как это все устроено, как обеспечивается безопасность полетов, как обеспечивается подготовка профессиональная, как обеспечивается контроль, т-т-т-т-т-т. Вот они все поймут, и вот 90% в 2008 году 90% сессии было посвящено всегда авиационной тематике. Я рассказывал им досконально все вообще, то есть все, что касается авиационной безопасности. почему шумит на крыле что-то, когда мы заходим на посадку, это с крылки выходят. А что будет, если вот это, а вот что будет, если вот это, а вот если вот это, и вот это, а еще и вот это. И вот 10% уделялось психологии, причем очень такими базовыми какими-то вещами, то есть простыми, как правильно дышать, чтобы не паниковать. Все. Сейчас по прошествии 14 лет угадай, какое соотношение. Ну, наоборот, наверное. 90% ты уделяешь психологии, 10% техники и тому, как летает в принципе самолет. Именно так. Потому что опыт, который, а опыт у меня порядка 13 тысяч выпускников на сегодняшний день, 13 тысяч, это все-таки очень много. По тысячам в год. Да. Я считаю, и больше нет, по сути, ни одного центра в мире по лечению нейрофобии, который принимал бы тысячу в год. ФАЛК, вот голландские, они такие законодатели в этой области, то у них тоже 1000-1200 в год, но у них 20 человек персонал. У нас трое. Ты уже не один работаешь? Нет, ну, у меня есть психологи, которые помогают. Но вот цифры, да, тысяча в год это очень много. Я могу тебе сказать, что с этим опытом я пришел к однозначному пониманию в самолету тут вообще не при чем. Это именно та самая верхушка айсберга, или, если хочешь, это такая, знаешь, красная лампочка нашей психики сигнализация, с помощью которых она говорит нам, я, блин, больше не справляюсь, ты меня задолбал или задолбала, ты навесил на меня такие грузы, которые я тащу всю жизнь, с которыми я больше не могу справиться. И проявляется это в самолете. Окей? Самолет тут вообще не при чем. Хотя, конечно, тут, понимаешь, сразу же такой некий конфликт возникает, да, потому что когда я говорю эту фразу, человек, который находится в плену во власти аэрофобии, что он скажет? Да ладно, ни при чем, расскажи это тем, кого чуть не убили, вот сейчас из Магадана, из Севен, там вот это... То есть, это нормальная реакция, да, гнева или отрицания, с которой проходят все неврозы, да, все начинается с гнева, с отрицания, потом переходит на гнев. Вот, поэтому, конечно, человеку очень тяжело понять, что причина, они гораздо более внутренние, глубокие, чем симптомы. Все в жизни следствия, ни при чем. Так, если у них вот такой вот огромный айсберг внизу под водой, то в принципе триггером может быть и не самолет. Да, и я тебе могу... Это может быть Сапсан тот же самый, который мы уже упоминали, или необычный вид транспорта, или корабль. Да, но там есть иллюзии, там доступны иллюзии, что либо контролируем, Вот это третья иллюзия, что я смогу сбежать. А почему эта третья иллюзия в самолете не работает? Потому что не может сбежать самолет. Ну, если у меня там приводнение, вынужденная посадка... Почему, с точки зрения аэрофоба, он в закрытом месте. Окей? И откроется или не откроется это закрытое место зависит не от него. Он не может открыть дверь. И он это не контролирует, поэтому иллюзия номер два тоже не работает. Абсолютно. И три, самое главное, три не работает. Потому что два много где не работает, но он говорит себе, я как-нибудь смогу сбежать, а вот тут он никак не может сбежать. То есть получается, что самолет это чуть ли не единственный триггер, который закрывает еще метро, которое останавливается в туннеле. Подумай, да, о том, что вот поезд остановился в туннеле. Ну, там есть аварийные проходы, я всегда могу выйти и пойти пешком. Но двери-то закрыты. Разбить. Ну, вот да. И поэтому чуть меньше поездафобов, клаустрофобов в метро, чем аэрофобов. То есть не каждый аэрофоб будет страдать в туннеле в метро. Но большинство из них, чтобы ты понял, когда поезд останавливается в туннеле, испытывает крайние неприятные чувства вплоть до панических атак. схожие с тем, что они испытывают в самолете. Конечно. Конечно. Потому что, опять же, да, разбить двери, окей, куда я пойду, там напряжение высокое, да, там контактный рельс, тоже не так все просто. И лифт. Та же самая история, да, лифт, если он застрянет, то есть у меня будет паника. Это очень часто я слышу от аэрофобов. Ну, и в принципе, да, их отношение со своим чувством страха тоже это такая интересная история. То есть, например, абсолютно большинство аэрофобов, я думаю, в процентном соотношении 95, 97, 98, да, процентов аэрофобов, например, никогда в жизни не будут кататься на каких-то американских горках. Не потому что они думают, что эти американские горки это источник угрозы их жизни и здоровья. Нет. Просто потому что чувство страха для них невыносимо. В отличие от обычного человека, для которого, ну, есть много разных чувств, есть радость, есть гнев, есть влечение, есть апатия, есть лень, есть драйв, там есть восторг, есть ненависть, есть страх. Это все нормально, мы живые, пока мы, пока у нас есть все эти чувства, мы живы. Для аэрофоба чувство страха это не просто чувство. И поэтому он никогда в жизни не пойдет туда, где это чувствует страха активируется. Те же американские горки. Я всегда говорю, вот приходит там ко мне 15-20 человек на групповой курс. Я говорю, ребят, кто из вас без проблем проедется на американский гор? Одна рука. Всегда. Ну, две это максимум. Причем это не факт, что они туда пойдут. Они просто сейчас согласны, что они туда пойдут. А 18 человек придешь туда, и ты не знаешь, говори, смотрите, вы же пришли ко мне с аэрофобией, вы же уверены сейчас на данном этапе, что проблем-то вся в самолетах, что там, не знаю, разбавляют, не замерзайкой поливают для машин, там, не знаю, в чем еще. Вот был случай, там, вы относите свое состояние, свои страхи, свои тревоги на плохой уровень с обеспечением безопасности возраста. Но при этом, посмотрите, что вы гомогенно организуете группу, которая не может проехать на американские горки. Вам не кажется странным. Через этот пример ты их подводишь к тому, что проблема находится не вот здесь вот верхушки, а что она там где-то глубоко находится. Но на самом деле там много примеров приводится для того, чтобы начать, по крайней мере, потихонечку, у нее в голову засаживать, что ли, вот это зернышко, которое должно какое-то сомнение, пустить проростки сомнения вообще, а в самолетах ли дело. Потому что, конечно, на первом этапе, когда приходят ко мне люди, это вот взгляд вот такой, недоверчивый взгляд из-под логи, такой, знаешь, что ты там будешь мне говорить сейчас про самолеты, я тебе сейчас быстренько скажу, вот же, был же случай, и пошло-поехало. Поэтому очень важно перевернуть этот разговор, что это за другую стоит. Интересный тоже вопрос у меня возникает. Ты когда сказал, что это очень четкий определенный психотип людей, означает ли это, что у другого психотипа и аэрофобия не может возникнуть? Да. То есть, вот это прям четко выделенный конкретный психотип. Тревожно-мнительный психотип. Тревожно-мнительный. Его можно на улице опознать? Ну, на улице... Или это через специальные тесты, как-то определяешься? На улице вряд ли опознаешь человека? Ну, глобально, да, это люди тревожные, это люди, которые в жизни видят огромное количество подвохов, угроз. Эти угрозы идут отовсюду, они идут от других людей, они идут от других систем, они идут от природы, они идут от своего организма, они идут от всего вокруг, от своих мыслей, да, там... И они постоянно, эти люди, они постоянно пытаются не допустить очередной трэш, который так или иначе должен, в кавычках, случиться. И они все время, вот вся их жизнь, это борьба... Знаешь, есть очень хорошее высказывание, по-моему, Марк Твен сказал, что со мной произошло огромное количество ужасных вещей в жизни, 98% из них случились в моей голове. И это правда, это то, как живут тревожно-мнительные люди. Это же адище какое-то. Это адище, да. Но... Ты же понимаешь, что это не их выбор, да? Ну да, и это не их вина. Это не их вина, это не их выбор абсолютно. Да, это как раз, когда мы говорим, уже глубже идем, мы идем в область нейробиологии, когда мы начинаем понимать, как формировалась их нервная система, в каких условиях она формировалась, что происходило с мозгом, какие области в головном мозге отключались, почему они отключались, какую функцию это выполняло отключение, да, этих областей, чем мозг компенсирует отсутствие определенных, нормальной работы в определенных областях. То есть, когда человек начинает понимать, что это все неспроста, и как-то все появилось в его жизни, и что с этим делать, это оттуда вырисовывается, а не из самолетов. Мы поговорили про можно ли родиться с этой предпосылкой. Смотри, когда ребенок рождается на свет, его мозг, в принципе, это белый чистый лист бумаги. И все, что ты туда запишешь, особенно поначалу, это будет формироваться как истина, как устроен мир для него. То есть, он будет знать, что мир устроен так, и не как иначе. Вопрос той же безопасности. Мы говорили о пирамиде. Пирамида масла, базовая потребность, потребность безопасности. Откуда ребенок знает, опасен или безопасен мир? Вот он младенец, вот ему два месяца, вот ему три месяца, вот у него животик болит, вот у него зубки начинают лезть. Откуда он знает, безопасен или небезопасен мир? Он это узнает из коннекшена, из связи с primary caregivers, то есть, с теми людьми, которые о нем заботятся. Это должны быть родители. Обязательно должны быть родители. Не то, что там отдали бабушке на воспитание. Должна быть мама, должен быть папа. И они должны присутствовать его в жизни, и они должны откликаться на его боль, они должны откликаться на его потребности, они должны помогать психике развивать не только механизм, как мы называем это, педаль газа, когда симпатическая нервная система, мне плохо, я должен кричать, плакать, чтобы привлечь внимание. Это симпатическая нервная система. Родители помогают развити парасимпатическую нервную систему, то есть против симпатической нервной системы, система умеркотворения, успокоения, через обнимашки, через добро, через тембру голоса, через тепло, через присутствие в его жизни. Если это все происходит, то на этот белый чистый лист бумаги записываются месседжи «Мир надежен, мир безопасен, есть люди, которые рядом с тобой, они тебе всегда помогут, они придут на помощь, ты любим, ты хорош», и эти месседжи формируют здоровую и правильно работающую нервную систему. Такой ребенок никогда в жизни не вырастет невротиком, фобом, человеком с паническими атаками или с абсциссивно-компульсивным расстройством, исключено. Но с другой стороны, если мы не удаляем семь базовых детских потребностей вот в этом возрасте, если они не удовлетворяются большей частью, то это гарантированный билет в прекрасный, в кавычках, мир неврозов, панических атак, фобик. Какие семь потребностей? Семь потребностей, которые есть у ребенка, ну, во-первых, это абсолютная, безусловная любовь. То есть ребенок должен знать, что он любим просто потому, что он есть. По определению. По определению. Любовь не нужно заслуживать. Тебе не нужно пятерки получать, чтобы получить любовь. Тебе не нужно быть хорошим мальчиком, тебе не нужно не плакать, тебе не нужно не бояться, тебе не нужно стишок хорошо рассказать, тебя просто любят. И любовь – это тепло, прежде всего. То есть ребенок должен получать тепло. Тактильное тепло, вербальное тепло, эмоциональное тепло. Это три вида тепла, которые ассоциированы с любовью у ребенка. Вот. Если он их получает, значит, потребность номер один удовлетворена. Потребность номер два называется потребность в безопасной надежной привязанности, секьюр-этачмент, так называемый. То есть, секьюр-этачмент – это значит, что дом, родительский дом – это безопасная гавань, когда ребенок всегда может прийти и получить там все, что ему нужно. То есть, поддержку, помощь, тепло, добро, заботу. Даже если он не прав, ему должны, его должны там принять, прежде всего, да, безопасная гавань. Третья потребность – это потребность здоровой самооценки. То есть, ты должен знать, что ты охренительный. Просто так. Не потому, что ты там помог, или помыл посуду, перевел бабушку через дорогу. Да, да, да. Ты просто охрените, просто потому, что есть, да, потому что ты, как и любой человек, уникален, ты не дерьмо последнее, да, то есть, ты просто очень хорошо, что ты есть, и ты хорош человек. Это здоровая самооценка детская. Вот, есть подобная потребность в чередовании периодов автономности и совместной игры с родителями, есть потребность в свободном выражении своих мыслей, чувств и желаний, эмоций. То есть, ребенок всегда должен знать, и прям уж он может прийти и сказать, пап, а вот я так не хочу, да, или пап, а мне грустно, или пап, а мне страшно и получить поддержку, да, а у нас как принято с детьми разговаривать? Что значит не хочу, да? Вот вырастешь, будешь не хотеть, а пока вот будешь делать, что я, то, что я сказал, да, и что значит хочу, да, еще хотелка не выросла, чтобы хотеть, да, вот это нормальный разговор в русскоязычном мире, к сожалению, так разговаривать с детьми. Это вот не удовлетворяет вот эту базовую потребность в свободном выражении своих мыслей, желаний, чувства, эмоций. Вот, у нас есть потребность, что там у нас еще было, в милосердии, прощении, сострадании, ребенок должен знать, что если он накосячит, то его простят, да, иначе он вырастет жестким перфекционистом, который будет сам бешено бояться накосячить и будет жестко иметь в кавычках и себя, и окружающих, которые, дай бог, накосячить, да, потому что на этот белый лист бумаги никто не записал, что такое потребность, что такое сострадание, что такое милосердие, что такое милосердие, такие люди не умеют быть к себе милосердными, они потом вырастают, они всю жизнь живут в жестких правилах, требованиях, претензиях к себе, к окружающим, к высочайшим уровням, критике всех вокруг, да, и это несовместимо со второй психикой. Вот, и еще одна потребность, это потребность в логичных, реалистичных нормах, границах, рамках и правилах, то есть, когда ребенок не потому, что я так сказала, вот ты будешь делать вот так, почему, мам, потому что я так сказала. И слишком ли ты маленький, почему, спрашивают. Вот подрастешь, поймешь почему, да, у нас так принято. Вот в той части мира, который говорит по-русски, к сожалению, очень принято вот так общаться с именами. А в другой части не принято? Нет, нет, не во всех, понятно, да, есть нации, которые, например, более фобичны, невротичны, есть нации, которые менее фобичны, невротичны, к сожалению, русскоязычный мир, он вот такой, да, потому что границы, они нереалистичны, неразумны зачастую, не, не, вот у меня есть пациент один, который, например, которому запрещено было в детстве испытывать страх. Потому что мальчики не боятся. Вот эта тема, да, 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 ты же мальчик, ты не можешь бояться. больше того, то есть там был жесткий абьюз, если он боялся чего-то, мы говорили, ты нам больше не сын, уходи, потому что ты мужчина, если ты трус, там нам такое не нужно, ну, уходи, ну, ты понимаешь, да, теперь у него страхи, то есть у него там страхи, из этих семи уже три как бы сразу вылетают. Ну, да, и все остальные тоже. Поэтому вот это наша седьмая потребность, да, потребность в реалистичных, здоровых нормах, границах, правилах, они должны быть. Это задача родителей ставить тебе границы. Ну, когда ты ставишься, ты не знаешь, что это вседозвольность и безнаказанность, но это значит, что если ты ставишь границу, ты объясняешь, и все это доброжелательно и позитивно, да, не так, как это обычно происходит в семьях, откуда растут, вырастают невротики. Вот как бы так. Поэтому ответ на твой вопрос, он в основном, конечно, аэрофобами становятся, они рождаются. Есть еще один момент, во-первых, генетика, есть понятие эпигенетика, есть понятие сама по себе генетика, и есть третий триместр беременности, если мать, например, находится все время на кортизоле, то есть на нервике, беременность нежеланная, или отец там пьянствует, или побои, или еще что-то, или исчез, да, то есть мать находится на нервике, а в этот третий триместр беременности сейчас есть исследование, которое показывает, что через плаценту кортизол передается в мозг ребенка, который находится в финальном этапе его становления, и получая вот эту постоянную стимуляцию кортизолом, мозг ребенка, тот центр, который отвечает за активацию механизма страха, потом, когда ребенок родится и подрастет, он гиперстимуляет, гиперстимулирует, нет, наоборот, он гиперстимулируется кортизолом, и тогда получается, что очень легко срабатывает вот этот триггер, вот этот пусовой курок механизма страха, проще, быстрее, легче он срабатывает, чем у человека, у которого беременность матери протекала спокойно, так что отчасти и рождается человек предрасположен, но все-таки большая часть это воспитание, это первые 7-8 лет жизни ребенка. У меня вопрос один с другим сразу появляется. Когда мы говорим про вот этот вот элемент воспитания наших детей, ну там, почему про Россию, я даже не хочу говорить, почему это произошло, мне там все предпосылки понятны, но наблюдая там, как американцы со своими детьми общаются и там коммуницируют и так далее, мне кажется, что ну это такая общемировая какая-то проблема, нет. Помнишь, я говорил, что потребность любви это потребность в тепле, прежде всего, эмоциональная, тактильная, вербальная. Бритиш дети не получают, и это не принято, там нет никаких сюси-пуси, там не принято обниматься, там маму на вы наживают, ну это понятно, что нет на вы, но как бы по форме, да, то есть вот это отношение к родителям по форме, оно такое чопорное, холодное, отношение в семьях, и это исторически передается из поколения в поколение, и поэтому мы имеем, ты знаешь, что вот я, например, на групповой курс, который я провожу в Москве по аэрофобии, я еле-еле с трудом, но сейчас в ковид вообще, в здоровые времена было там 15-20 человек, раз в два месяца мы набираем на групповой курс в Москве со всей России и приезжали люди, да, на поездах по неделе ехали, чтобы поводить ко мне на курсы, а в Британии, в той же, значит, три компании проводят курсы, вот если взять сезон, например, там летний сезон, теплое время года, каждая компания проводит по 4-5 курсов в месяц, три компании, и на каждом курсе по 200 человек присутствуют. Так это твой маркет? Твой рынок? Да, это мой рынок, но, видишь, я не очень бритиш. Почему ты туда не идешь? Потому что там есть достаточно, там есть достаточно предложений, на самом деле, то есть это делает изи джеты, конкуренция рвейс, это делает оффлайн в конфиденции, то есть у них есть много, кто это делает, и делают не очень хорошо, вот, не идут достаточно глубоко, то есть пытаются там решить это тот же изи джеты, тот же фритиш, аэрвейс, они пытаются это все решить на уровне, там, опять же, объяснений, насколько безопасный полет, вот, но спрос бешеный, то есть изи джет заполняет реально 200 человек, у них 189 человек в самолете, они заполняют самолет, который просто делает круг над Лондоном, это вот у них заключительный полет, и приземляется обратно, 189 человек на каждом курсе, представляешь? Вот так. У меня был один комментарий, сразу же по ходу вопрос, почему я так среагировал скорее на твои слова там про то, что у нас такая вот ментальность и так далее, потому что я был в шоке, например, когда узнал, что американцы отдают своих детей в детский сад в три недели. Ты что? Три недели. Офигеть. И для меня это был просто шок, блин, у меня трое детей, как бы все сидели с моей женой, с мамой там три года. Да. И до сих пор сидят, то есть до сих пор она с ними занимается, работает там, вот все, о чем мы с тобой говорим, она им это дает и уделяет. Делает все правильно. Вот прям по твоему букварию практически. Я тоже стараюсь, по мере его множества. Но американцы так не делают. Классический американский способ, это значит, женщина родила, через месяц она возвращается на работу. И на мой вопрос, типа, а как вы вообще в состоянии вернуться на работу через месяц? Как вы это все делаете? Как вы смещаетесь? И они такие, только что, ребенок в саду, все нормально. Я говорю, как можно трехнедельного ребенка отдать в сад? С девяти до шести? У меня просто физически в голове не укладывается, как это вообще в принципе возможно. Но это же не все так делают. Ну вот, в моем окружении все. Да? Да. Ну, смотри, опять же, есть, по-разному бывает, да, то есть вопрос, что происходит, в каком саду? Что это за сад? Если там, ну, например, в Израиле есть межпахтоны, так называемые, это младшие ясли, считай, да, то есть это маленькая, теплая семейная среда, где есть мама, как правило, у нее свой ребенок, там же, да, там маленький, и еще там трое, четверо, двое, ну, по-разному бывает. То есть, по сути, семья, только в этой семье больше детей, чем родной. Да. И дальше вопрос, самый важный, что происходит, когда ребенок приходит домой? Если там вот эта любовь, и вот это тепло, и вот это вот вербальное тепло, и тактильное, эмоциональное, это нивелирует, конечно. Потому что там с раннего раннего возраста, когда ребенку всего несколько месяцев, он начинает воспринимать, как бы, ну, как рутина, да, он получает свою долю тепла в семье, любви, то, что ему нужно, удовлетворяется, а потом, ну, да, рутина, он там несколько часов проводит в этом межпахтоне. Не скажу, что это оптимально, конечно, оптимально, чтобы ребенок был у родителей, они были с ним как можно дольше, но иногда это, ну, вот, вынужденная мера необходима. А что происходит после этого всегда? Вот. Мы вообще говорим, когда мы говорим про психотравму, которая стоит у истоков аэрофобии практически всегда, мы всегда говорим, что психотравма – это не травмирующее событие. Психотравма – это то, что происходит после травмирующего события. Насколько твоя среда, которая вокруг тебя, насколько она помогает тебе прожить это травмирующее событие, окружив тебя добром, теплом, добротой, лаской, нежностью, какой-то поддержкой, добрыми словами, тактильными объятиями, да, и тогда, если ты можешь, условно, ты пережил какой-то трэш, но ты можешь уткнуться там маме в плечо и прородаться, да, и тебя колбасит, она тебя обнимает, гладит и говорит тебе, солнышко мое, все будет хорошо, я понимаю, как тебе плохо. Это никогда не останет, не оставит такой след в своей психике, как если произошло гораздо меньшее по травмированности событие, по уровню травмы, но ты при этом, ты одинок. Я тебе сейчас расскажу вещь, от которой у тебя взорвется мозг. Совершенно недавно было опубликовано австралийское исследование. Значит, суть исследования такая, брали женщину, у которой брали биопсию на подозрение на рак груди. И дальше они проходили психологическое собеседование с психологом, который должен был, ну, разные там параметры отследить, но больше всего нас интересовало два параметра, психологов интересовало два параметра. Первое, это степень стресса, в котором находится женщина. Понятно, что когда у тебя биопсию, да, то понятно, что стресс высок, но даже среди высокого стресса есть очень-очень высокий, чуть меньше, так и так далее, да. И какой уровень стресса был до возникновения симптомов, которые привели к биопсию, женщина жила в стрессе в высоком или в среднем или в низком. И дальше степень одиночества этой женщины, да, то есть, эмоционального одиночества. То есть, возможно, она живет в отношениях ВКонтакте, но эмоционально она очень одинока, да. И дальше смотрели, сравнивали, когда приходили результаты этой биопсии, например, в популяции, предположим, 1 на 20 результат возвращается положительный, то бишь рак, да. И сравнивали вот эту цифру 1 на 20 и пытались найти зависимость от уровня стресса женщины и от уровня одиночества женщины. Потрясающий результат, Андрюш. Значит, уровень стресса выяснилось никак не влияет на количество положительных ответов. Только уровень одиночества. Никак не влияет. Уровень стресса не влияет, уровень одиночества не влияет, эмоционально одиночество не влияет. Сколько в популяции в среднем 1 на 20? У тех женщин, у которых было в опросниках высокие уровни стресса, те же 1 на 20. Высокие уровни одиночества, те же 1 на 20. Но у женщин, у которых был высокий уровень стресса и высокий уровень одиночества, на 900% чаще возвращался в положительный ответ. То есть два фактора должны сработать, и тогда это прямо... Но это парадоксально, потому что здесь 0 и здесь 0, а 0 умноженный на 0 до 900%. Представляешь? То есть насколько это все глубоко. И при чем здесь самолеты, ни при чем они здесь. Я это говорю со всей ответственностью, как человек, который видел 13 тысяч кейсов, да, это чуть больше, чем очень много. Понятно. Возвращаясь к британцам и ко всем остальным, опять же вопрос, которым я даже там торчит. Какой регион или какая страна, или какой регион, набор стран наиболее подвержены аэрофобии? Окей. Бритиши, как я сказал. На втором месте будут казахи. Казахи? Да. На третьем месте будут немцы. Так. На четвертом, наверное, армяне в пересчете на душу населения. Наверное, армяне. Уточню. В пересчете на душу летающего населения. Потому что мало летают. Да. Потом, наверное, немцы. Немцев ты уже назвал на третьем месте. Подожди. Бритиши, казахи, немцы. Бритиши, казахи, немцы, армяне. Да. Да. Вот так. Вот так. А с первыми и третьими вопросов нет вообще, все понятно. С немцами? Даже надо объяснять, да. Почему казахи? Окей. Очень сильный патриархат. Очень сильная тревожность со стороны матерей. То есть история какая в Казахстане, да. То есть они поколениями жили в степях, где до ближайшей медицинской помощи 300 километров. Женщины рожали десятерых, выживали трое. То есть заложен очень глубоко уровень, высочайший уровень материнской тревоги. И со стороны отцов очень принят жесткий патриархат. Да. Это возможно для того, чтобы как бы выжить вот в этих условиях, возможно, чтобы как-то вот, ну я не знаю. Плюс туда накладывать свою лепту ислам, конечно, вносят, да. То есть религия сама по себе достаточно патриархальная. Ну и жесткая и патриархальная. Патриархальная жесткая религия. В результате мы получаем схему, которую я называю мама-медик, папа-военный. То есть вообще я говорю о том, что среди моих пациентов 90% людей попадают под определение родителей мама-медик, папа-военный. Речь не о профессиях. Ну, понятно. То есть мама-медик, это может быть человек любого пола, любой профессии. Но это человек тревожный. Да, то есть один родитель у нас тревожный. А папа-военный, это тоже человек любого пола, любой профессии. Это человек либо холодный, либо отсутствующий, либо авторитарный. Авторитарный. Да. Вот эти три категории граждан, они подавляют. То есть смотри, что происходит с ребенком. Со стороны одного родителя мы постоянно понимаем, что мир опасен, мир опасен, мир опасен. Столько тревоги. Одень шапочку, завержи шарфик Смотри, не потеряйся, смотри, не это Смотри, не это, тебя могут украсть Тебя могут убить Смотри, здесь сосульки спадают То есть, типа, понимаешь, постоянно идет стимуляция Тем, что ты мир опасен А со стороны второго родителя Нету поддержки, либо даже есть осуждение твоих чувств И твой мозг не понимает, что с этим делать С этой историей Бежать некуда, потому что этот давит, а тот не реагирует А потом в самолете мозг говорит А, здесь тоже бежать некуда Понимаешь, это триггер Вот, поэтому так это работает В конечном итоге, мама-медик, папа-военный И вот у казахов, вот эта мама-медик, папа-военный Практически в любой семье ты найдешь Поэтому они очень часто Очень тяжелые формы аэрофобии у казахов Окей Вообще понятно все на 100% Ответил Переходим к третьей части Каким образом ты помогаешь? Почему я спрашиваю про этот вопрос? Потому что я вот абстрактно Хоть я тебя фоллоулю постоянно в инстаграме И как ты видишь, там слежу, что происходит Что ты делаешь Вижу, что ты продаешь онлайн-курсы Что ты продаешь там чуть ли не видеокассеты ВХСные Обижает начальник Ну, я имею в виду Я не могу видеокассеты Честные продавать Ну, то есть ты делаешь разные продукты На самом деле И групповая терапия И индивидуальная терапия И онлайн-курсы И то, и то, и то, и то Меня, естественно, цепляет та часть Когда я вижу тебя, садящегося в самолет Либо приглашающего Своих клиентов-пациентов К себе в самолет Где ты с ними там что-то делаешь Я понятия не имею, что ты с ними там делаешь Но как бы я вижу, что это Есть такая услуга Или такая форма И это меня, естественно, сразу интересует Вау, нифига себе Герваш сам летающий Берет своего пациента на борт Таскает их там по всей Европе И показывает что-то И вау, нифига себе Вот просто коротко для моих там подписчиков И я уверен, что там сейчас куча людей прибежит на это видео По слову аэрофобия Потому что явно популярный запрос Как ты это купируешь? Какие формы ты предлагаешь, чтобы с этим бороться? Давай начнем с того, что полет совместный На том же Цирусе по Европе Это финальная стадия То есть это финальный степ Полностью понимаю Естественно, с этого нельзя начать Потому что когда я пилотирую Мне уж точно не до психологии И все-таки сингл-крю То есть я не могу позволить себе Там заниматься их психикой И помогать им пережить паническую атаку Ежели она случается Хотя был очень смешной случай Мы делали один раз курс Мой экипаж Мы делали его в Исландии Вот Мы взлетаем из Рикьявика На Цесни на 172-й Какого-то лохватного года выпуска Вот И летим в сторону севера Туда вот на фьорды Вот Ну и кто там На водку дали Там красивый берег Где лежбище этих парских котиков Вот мы летим этих котиков смотреть Я первый раз в Исландии лечу Ви-фар полет Значит Вот И тут моя девочка ловит паническую атаку Девочка, которая была со мной На курсе мой экипаж Ловит паническую атаку И начинает говорить Что она сейчас описывается Я надо срочно-срочно-срочно в туалет Я говорю Ну как? Ну вы тут посредине Исландии Она говорит Я не могу больше У меня паника Я не могу Мне нужно в туалет Я говорю Слушай, тебе реально нужно в туалет Или это у тебя паника? Потому что при панической атаке Очень часто Организм пытается избавиться от всего Что энергию это берет А держать мочевой пузырь Извините Полным Это берет энергию Поэтому он пытается освободиться Да? Нет, все Я не могу Сейчас прямо Сию секунду Там сели на какой-то заброшенный аэропорт С гравийной полосой Вообще там не было никого Ничего Видимо 20 лет Потому что все взросло Вот абсолютно Было очень интересно Она просто подписывала И мы полетели дальше Ее отпустила Да Кстати, ее отпустила Не потому что она подписывала Она отпустила ее Потому что была фигура Была моя фигура Которая в ее понимании Родительская фигура Да? То есть подсознательная Это родительская фигура Который позаботился О ее потребностях Да? Даже если для этого Нужно было найти Какой-то заброшенный аэропорт И приземлиться туда Вот Короче, возвращаясь К твоей истории Да? Это уже К твоему вопросу Это уже последний Заключительный этап Который делается Только тогда Когда человек готов Да? Для того, чтобы человек Стал готов Есть разные форматы То есть Есть очные форматы Групповые форматы Индивидуальные форматы Есть онлайн форматы Различного характера То есть Подобрать можно всегда У нас В какой-то момент Стало такое Огромное количество Продуктов и форматов Что люди стали путаться Да? Что же выбрать Собственно Я уже начинаю Путаться даже Нет, ну мы сейчас Запустили новый сайт На котором есть Очень Система интеллектуальная Такая То есть Ты проходишь Тестирование Типа Визард Который проводит тебя Через Ты проходишь Тестирование Я Система уже На основании Твоих ответов Понимает Какой набор Курсов тебе Нужен Он тебе говорит Вот тебе Пакетч курсов Которые нужны А теперь Ты выставляешь Галочку Хочу это сам Делать Или с кем-то Хочу очно Хочу заочно Все Цена Пересчитывается И пожалуйста Ты можешь начать Если надо Прямо сейчас Дальше После того Как человек То есть Там много Психологии Как я тебе говорил Очень много Психологии Мало Авиации Точнее так По контенту Авиации Очень Очень много То есть У меня есть курсы Двухчасовой Мастер-класс Все о посадке Я разжевываю По полочкам Посадку И минимумс И не минимумс Какие они Категория 1 И категория 2 И категория 3 Даже так глубоко Даже так глубоко Очень многим Это кажется Что вот я сейчас Это пойму И меня отпустят Да И реально Люди так думают И даже Когда они Это смотрят Их отпускают Потому что Когда они понимают Что вау Оказывается Вот так А вот для категории 3 Нужна сертификация И аэродромы И полосы И самолеты И экипажи И бла-бла-бла И как это все умно Есть ощущение Что меня отпускает Но к сожалению Когда такой человек Идет на борт И триггерится Триггерится То что Триггерится Триггерится То что сидит Глубоко в подсознании Связанное С очень раненими Периодами Формирования психики У нас мозг Как работает Когда его что-то Триггерит И надпочечники Вырабатывают Много адреналина Когнитивная функция То есть думающая часть мозга Просто отключается Понимаешь Это сделано специально За тобой бежит Чикатило с топором Не надо рассуждать Почему он за тобой бежит Почему он Что плохого с ним Что с ним не так Глубокий анализ Надо бежать Поэтому наш мозг Запрограммирован Природой макши Отключать когнитивную функцию Поэтому Глобально Вот у всего вот этого То есть в момент Когда он находится в самолете Нету никакого Удельного веса Я бы сказал так 5-10% максимум пользы Дает вот это вот Глубокое понимание Там всех авиационных процессов 5-10% пользы Просто в какой-то момент Это не допускает Фантазии Фантазии Ты можешь сказать Окей, это моя фантазия Потому что ты знаешь Как это в реальности Но сказать тебе Что это помогает Чему-то принципиально Изменить твое состояние Нет, не помогает Вот Поэтому авиации много Пользовать нее мало Психологии тоже много Пользовать нее много Прошел ты эти курсы Сделал ты кучу упражнений Которые идут с этими курсами Даже если ты заочно Это делаешь Либо ты в очном формате Это сделал И дальше Как завершающий аккорд Как средство Влюбиться в авиацию А мозг как устроишься Если ты в что-то влюблен Ты не можешь этого бояться Вот То есть Если ты в восторге от авиации Когда ты летишь на Цирусе Ты летишь в Европе Ты вылетаешь С хорошего аэродрома Ты в красивом самолете Ты разговариваешь с диспетчерами Ты вместе делаешь все со мной Есть это ощущение Connection Что мы делаем все вместе Когда мы делаем этот курс Мой экипаж Мы делаем все вместе Мы вместе осматриваем самолет Мы вместе чек-листы читаем Мы вместе план полета подаем Вместе получаем опрув Вместе его заправляем То есть Все делается вместе И когда ты понимаешь Как это работает Ты понимаешь Какая авиация Умная среда И как это действительно К каким уважением Относятся все участники Воздушного движения Друг к другу Да Ну элементарно Месяц назад летел в Дувиль То есть передо мной был Даймонд 42 на посадке Я спросил диспетчера Как бы Хочешь ли ты Чтобы я снизил скорость Да Поможет ли это тебе Ну потому что Сепарация Чтобы не делать огромных А он Да Я буду очень рад А его допущает Я говорю Окей Хорошо Супер И я объясняю Я объясняю Вот смотрите Видите как мы с уважением Относимся друг к другу В авиации Это не то что А блин А что он мне здесь мешается Давай И человек который Видит это Он проникается этим Вот этот восторг От того как все устроено Не говоря уже Обо всех этих видах Закатах Это уже страх Круто Очень круто Ребят Все продукты Которые есть у Алексея Можно посмотреть У него на сайте Мы дадим обязательно ссылку И здесь в плашке И в дескрипшене Не будем перегружать Сейчас эфир Там подробностями Как это работает Леша в принципе Уже все рассказал Идите на сайт Там смотрите Если есть какие-то вопросы Я думаю Что там можно профессионально Все узнать И определиться Какой формат вам нужен Будем двигаться там К финалу Сколько времени Занимает процесс Вот Опять же Используй медицинский термин Излечение Когда с момента Когда человек к тебе пришел Он пришел Кавсюлюш Я осознал Это вот Очень индивидуально У меня был случай Когда пришел человек Который не летал 20 лет И через 2 часа Мы с ним сидели в самолете В Шереметьеве Через 2 часа Уже Да Один такой случай был Да А есть люди Которые 7-8 лет в терапии находятся Но это люди С тяжелейшими психотравмами С полностью разрушенной психикой Там С тяжелейшими паническими атаками Они 7-8 лет в терапии Да Но в среднем Если мы хотим Среднюю температуру По больнице Это несколько дней Прямо несколько дней Не месяц Не-не-не Ну смотри У меня групповой курс Который вот идет 14 лет почти Каждые 2 месяца Да Раньше каждый месяц Был до ковидные времена И И Групповой курс Произложается 3 дня Люди приходят ко мне На курс То есть При слове Самолет У некоторых Случается паника При слове Самолет У меня был случай Одна прекрасная Моя пациентка Которая Я рисую Значит Схематически Изображаю полосу На доске Когда я решусь Сентерлайн Пунктиром У меня начинается Паническая атака Понимаешь, да? То есть Насколько Тригерит Тригерит Эту историю И Да Через 3 дня Я с этими людьми Лечу Ведь у нас групповой курс Первый день Теория Там мы часов 7 Проводим вместе Занимаемся теорией Второй день Мы идем на тренажер Я им показываю Там определенные вещи На тренажере Третий день Мы летим Мы летим Москва, Питер Кто хочет Никто никому Не навязывает Не заставляет Понятно По готовности И так далее Люди летят И летит Обычно Там 80% группы Вот Это здорово Значит Это работает За несколько дней Всего Потрясающе Еще один вопрос Который будет Явно интересовать Моих обывателей Насколько Эта история Дорогая Насколько Человек может Себе позволить Вот такой Избавить себя От аэрофобии Слушай Достаточно Дорогая Я объясню Почему Потому что Я Вкладываюсь Если это Продукты Которые требуют Моего личного присутствия То Я выкладываюсь Я выкладываюсь По полной Например Идет групповой курс Приходит ко мне 10, 15, 20 человек Вот Я после этого Группового курса День, два Я просто лежу в лёжку То есть Я все ресурсы отдал Моя семья знает Что меня трогать нельзя Два дня после курса Со мной нельзя Разговаривать Я неадекватный Да Потому что Я выкладываюсь По полной программе И Это достаточно Ну это не может Стоить дешево Да Потому что Мои ресурсы Тоже не бесконечны Но чтобы ты понимал Групповой курс Он трехдневный Каждый день Стоит 22 тысячи рублей На данный момент Вот Ну соответственно Если чек приходит И на теорию И на тренажер И на полёт Это 66 тысяч С другой стороны У нас есть Видеокурс И в этих Видеокурсах Есть Варианты Там 9-10 тысяч рублей Ты получишь Все знания Которые тебе нужны Ты можешь Купить этот пакет Самостоятельно Изучать Внимательно Вдумчиво С пакетом Идут куча упражнений Пожалуйста Это будет эффективно Это будет эффективно Да Но тут самая большая проблема Знаешь в чем Что аэрофоб Мы помним Что аэрофоб Человек с глобальным Дефицитом доверия Он не верит Никому И ничему И в том числе В том Что ему можно помочь И вот это У меня самая большая проблема Которая сопровождает На всю профессиональную жизнь Потому что я понимаю Есть решение Что есть знания Есть технологии Есть методики Потрясающие методики Сегодня Которые очень эффективны Достаточно быстро И они разгружают психику Настолько Что ты не только Перестаешь бояться летать Ты избавляешься Вот от той самой Подводной части айсберга Ты жизнь по-другому Начинаешь ощущать Ты начинаешь Ты начинаешь Дышать Ты начинаешь жить Ты начинаешь Пробовать Ты на всех У меня есть пациентка Которая была домохозяйкой Потому что Всю жизнь У нее мама Вбивала в голову Что ты Никто Звать тебе Никак Ты на что Больше Не способны Кроме как Борщи варить А сейчас Этот человек Рисует Прекрасные картины Которые в Нью-Йорке Продаются Это случилось Не после курса Понимаешь И таких примеров У меня Многие Многие сотни Поэтому Меняется все Но люди Не верят Что это возможно Выбирают Ничего не делать Это всегда Очень печально Я себя чувствую Знаешь Как такой врач Который умеет Сделать какую-то Операцию И человек Будет жить А не сделаешь Операцию Может быть существовать Существовать Да там Или вообще не жить Или существовать Если каталки Там как-то Я не знаю С пакетиком Катетеры Не знаю что И ты видишь Это учет Ты говоришь Слушай Я умею эту операцию делать Я учился этому Я сделал 12-13 тысяч Таких операций Я точно знаю Как это делается Приди Дай мне возможность Помочь тебе Не Мне это не поможет И все И вот это Мне это не поможет И делать ничего не буду Это очень Ну такое тяжелая Эмоциональная история С другой стороны Я абсолютно счастливый человек Когда Я беру человека Который там 10-15-20 лет Не может самолет сесть Или летает Но летает Тяжелейшим образом Который вдруг сидит И у него вот этот восторг В глазах Знаешь И ты понимаешь Что Блин Три дня назад Это было совершенно По-другому Все Оно того стоит Конечно стоит Да Наша деятельность С тобой в этом смысле Абсолютно похожа И то что Леша сейчас говорит Для Его потенциальных клиентов То же самое Что я говорю Своим потенциальным клиентам Когда они говорят Мне уже 43 Мне ничего не поможет Я летать не смогу Никуда не пойду Или когда человек говорит Ну у меня там Всю жизнь плохое зрение И это все Невозможно исправить Для меня авиация Навсегда закрыта Или когда мне там В комментах пишут Классное у вас видео Сижу смотрю Дома на телевизоре Вообще офигенно Все классно Но это не для меня Или скорее Не это не для меня А мне это не светит Дальше начинается Выстраивание кучи барьеров Мне это не светит Потому что у меня нет денег Мне это не светит Потому что у меня нет здоровья Мне это не светит Потому что я там типа Ну 150 разных причин Почему мне это не светит Почему я не могу Та же история Почему я не буду лечить аэрофобию Да Ну я же говорю Это абсолютно то же самое С чем я имею дело Практически каждый день Ребятки пожалуйста Посмотрите на себя И на свою жизнь еще раз И подумайте Действительно ли проблема Вот она вот такая Как вы себе ее рисуете И вам никто не может помочь Или все-таки Проблема в голове Ее можно решить Доверившись Профессионалам Профессионалам Либо Что-то начав делать Потому что Мне кажется Что в моей части Не в Лешиной части В моей части Самая большая проблема Это неверие и лень В моем случае Это недоверие Еще раз недоверие Недоверие и недоверие Требования Что все должны Соответствовать Каким-то твоим требованиям Жизнь одна И она очень быстро Заканчивается На самом деле Поэтому Просто не можем Все позволить Сказать Ну ладно Вот так есть Значит так и будет Надо все-таки сказать Что нет Мы хотим в эту одну жизнь Как и твои клиенты Которые Садятся за штурвал Которые открывают Для себя небо Которые вдруг могут Это Так и мои клиенты Которые Знаешь Как сказала Какой Шанель Если мы рождены Без крыльев Мы не должны Делать то Что не дает им вырасти Так что давайте Дадим своим крыльям вырасти Прекрасное После условия Нечего добавить Спасибо тебе огромное Дай Пожму твою руку Вот где-то здесь Потому что там Видишь камеры Они настроены На наши лица Окей Спасибо огромное Что пришел Спасибо тебе